Никто кроме нас. Всем известный девиз десантников родился во время Великой Отечественной войны. Легенд, как это произошло, несколько. Одна из историй, пришедшая с Ленинградского фронта, гласит, когда родоначальник ВДВ Василий Маргелов командовал штрафбатом, на передовую приехал полководец Георгий Жуков и в разговоре сказал «Никто кроме вас». Маргелов шепотом повторил «Никто кроме нас». И хотя десантники народ лихой, но, как оказалось, в приметы верят. Не спим, потом можно поспать, прыжок. Перед прыжком никогда не бровимся. Тоже есть такая примета, плохая. Если побрился, может что-то произойти. Нельзя два раза прошу перебирать, можно по себе. Вдруг что? Страха не проходит. Вы думаете, вот не страшно прыгать? Страшно всегда. Я не поверю, что человек говорит, я не боюсь прыжков. Все равно какой-то страх. Но мы прыгаем. Фотографии просматриваю все. Как-то спокойнее. У жен десантников свои приметы. Нельзя убираться, пока он едет дороги. Вернувшись на гражданку, голубые береты в приметы продолжают верить, как и многие остальные горожане. 13 число для меня тоже нечислило. Если еще и пятницу, то крыло, хоть не выходи никуда из дома. Ну, например, на рыбалке. Нельзя рыболовной снасти. И вообще ни прикром давать ничего. Это приметы, что ты останешься без рыбы. Кто-то твою удачу заберет. На какую ногу встала, так и думаю. На левую хорошо, на правую не очень. Солнышко, вот если встало, ярило, всегда с ним здороваюсь. И если она устала безоблачно, день будет безукоризненным. У меня на работе есть верный примет. Когда мы едем на работу, я собираю мебель. Когда у нас впереди попадается машина с номером 3-6, то это все. День не задался, либо у нас заказом будет швах полный. Хорошая примета – взять меня с собой на родник. Мы, как правило, не стоим в очереди. Посидеть на дорожку – самый главный примет. Если черная кошка перебежала дорогу, надо плюнуть через левое плечо и идти дальше. ВДВ на месте не стоит. Войска активно реформируются. Они становятся аэромобильными. Парашюты в доставке техники используют все меньше. Однако они по-прежнему незаменимы на учениях и в спецподразделениях разведчиков и диверсантов. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.